Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители! С вами снова Скудер, канал Ни Слово Об Играх, и мы продолжаем проходить Gran Turismo 3 A-Spec для второй PlayStation. Ну и для начала, в самом начале видео, объявление. Все, как вы видите, в общем, я продался. Я наконец-то нашел спонсора для канала. Это, в общем, оказалась целая сеть цирюлин. И, в общем, спонсор, как обычно это бывает, у него свои требования. Поэтому мне пришлось перекраситься, вот как вы видите. Теперь придется перекрасить вообще все машины тоже в желтый цвет. В общем, все будет теперь в желтой гамме. Вот, таковы требования. Но что делать, спонсор? Да, я продался. Все. Ну, собственно, вот на этом можно продолжать. Вот. Нет, на самом деле это, конечно, была шутка. Шутка, а то сейчас начнете там. Эх, продался в натуре отписка. Все, дизлайк. Все, все, шутка, все, шутка. Кроме одного. Все-таки я вот в желтый цвет-то перекрасился. Да. Ну да ладно. Это проблемы, как говорится, личной гигиены. Так, ну а у нас что? Что у нас было в прошлой серии? Давайте вспоминать. Мы вот этот вот пылесос прокачали. На пылесосике на этом прикольном. Одолели чемпионатик. Без надувных. Вот машин без надувных двигателей. И, в общем, в этой серии мы с вами поедем в чемпионате оппозитных двигателей. А для этого нам надо прикупить новую машину. Не часто это, прямо скажем, мы с вами делали. Но здесь придется прибегнуть к услугам автодилеров. Вообще, я так повспоминал, наше с вами прохождение его прям можно записывать в такие мастер-классы практически по прохождению без покупки машин. Ага. Мы до этого момента очень мало с вами машин покупали. Вот. И, в принципе, можно было обойтись даже вообще без покупки. Ну, ладненько. Деньги у нас есть. Давайте смотреть. Оппозитные, в общем, двигатели у нас у Субару. Больше в этой игре оппозитных тачек, точнее, с оппозитными двигателями просто нету. Поэтому в чемпионате будут представлены одни импрезы. Ну и давайте смотреть, на что у нас хватит, собственно говоря. Баблища. 50 тысяч. Почему ты такая дорогая? Дорогая импреза. Так. Смотрим. 276 лошадей. Вес 1270. Ну, черт его знает. Может быть она... Может быть она чутка прокачанная какая-то, я не знаю. Она в два раза дороже, вы гляньте, всех остальных моделей. Вообще мне веган импреза приглянулась. Вот это вот. То есть, это именно спортивный вариант такой универсала. Укороченный. Так. И давайте посмотрим, что у нее. У нее тоже 276 лошадей. Ну, кто бы сомневался. Но она чуточку тяжелее, чем вот та импреза, о которой мы только что смотрели. Но вряд ли это тянет на 20 косарей. Разница. Так. Еще один есть веган. Это 29 тысяч стоит. А это... А это 29 тысяч. А та 29. Так. В чем разница? Так, это явно посвежее. Судя по круглым фарам. 276 лошадей. Двушка тоже. Ага, это... Это тяжелее на 120 килограмм. Охренеть. А стоит так же. Соответственно, что? Соответственно, мы ее брать не будем. А возьмем мы тогда... Так, это Legacy Universal. Возьмем вот эту вот импреску. Да, ее и возьмем. Так, естественно, возьмем желтого цвета. Спонсоры требуют. А как иначе? Что, покупаем? Импреза. Веган. ВРХ. Так, естественно, мы ее... Сейчас слегонца подтюнем. Так. Замена маслица. 276 лошадей у нее было, да? Готово. Готово. Так, теперь... На СТО. Так, надо халявных еще немножко лошадей. Ну, почти халявных за каких-то полтора косаря. Во, 288 стало. То бишь, 13... 12 лошадей добавили. Так, 297 у нас будет. Хорошо. Почти три сотки лошадок. Так, а что нам дает... Система впуска? Ух, 320. Так, ладно. Пока мы ее брать не будем. Мы, как уже знаем, хорошо, очень сильно влияет у нас еще... Все же связано с коробкой передач. Или, точнее, с прокладкой между коробкой и двиглом. Тоже. Еще бы, конечно, было неплохо и саму коробку поменять. Но это, блин, дорого. Чемпионатик этот... Не шибко будет такой прокачанный. Ну, точнее, тачки там, соперники. Вот, поэтому... Поэтому что? Поэтому нам надо еще... Ой, 7000. Что нам? Может, облегчить? Облегчить на 1200. Ну да. Облегчаемся. И... На этом все. Ну вот, опять почти все деньги слили. Все тратить не будем, потому что 5800 особо ни на что нужное не потратишь. Лошадиные силы, в принципе, нам больше не нужны. А покрышки на это не возьмешь. Так, ну что же, погнали. Чемпионат боксер. Боксер спирит. Так, что у нас тут? 10 тысяч, видите, всего дают. Тут, в принципе, можно еще смотреть, насколько крутые соперники по тому, сколько сдают за первое место. То есть, до этого нам уже по пятнашке давали. А лицензия, в принципе, та же, да? Класса А. Но здесь, так как дают денег за первое место меньше, тут соперники, скорее всего, будут совсем слабенькие. Поэтому нормально, то, что мы именно так прокачались. Я думаю, этого вполне должно хватить. Ну, если не хватит, то сейчас сколько-то еще нашкребем. Ну и что-то будем думать. У нас еще есть варианты. Мы можем купить вторую стадию облегчения. Мы можем купить впрыск. Фу, ты не впрыск, а этот. Фильтры, фильтры. И даже мы можем купить на нее... Что там? Турбина тут не запрещена. Можем что-нибудь там первую стадию турбины купить. Она тоже не слишком дорогая. Так. Ну, это если будут проблемы с лошадиными силами. Что по соперникам? Две Легаси и три импрезы. ВРХ, Седан и STI Version. Короче, универсалов больше нет. Мы единственные и неповторимые. Ну и слава богу. Трассы в этом чемпионате достаточно интересны. За исключением Сиэтла. Сиэтл, конечно, тоже интересный. Но, черт возьми, он сложный. Так, смотрим. Разгоняемся, по крайней мере, неплохо. Даже смогли уделать двух Легаси. Я надеюсь, что единственное, за что я переживаю, это за покрышки. Если будет сильно волочь, то, наверное, придется хотя бы не слики купить, а спортивные. Или там даже у нас, по-моему, полугоночные есть. Что-то такое. Покрышки. В общем, это самое такое слабое место, на мой взгляд, сейчас у нашей тачки. Вау. Ну вы же, понятно, ролейные агрегаты, поэтому заносы, все дела, да? И самое главное, смотрите, у нас есть антенка. Тоже, по-моему, ни у кого из них нету больше. Поэтому мы, естественно, самые крутые. У нас должна быть великолепная связь обратная с боксами. Плюс должно радио ловить. Радио FM. Охотка. Даже, возможно, Владивосток. Ну и куда же без него любимого? Лав радио. Самое крутое радио партизанское. Где играют самые крутые новинки. Начало двухтысячных. Так. Вот, кстати, эта импреза, которая полтос стоит. Ну и... Сейчас мы сравним. Кто же круче. Импреза за полтос. Или импреза, купленная за... Сколько мы ее там? За 29 тысяч купили. И наворотили еще где-то на десятку, да? У нас было 15 осталось с дачи. И... Воу. И еще пятера осталось. То есть мы ее на десятку где-то наворотили. Даже чуть меньше. Вот. Если, как говорится, нет разницы, зачем платить больше? А эта штука за полтос. Она по-любому тоже не стоковая, а еще и поднавороченная. Так что в ней вообще, я не знаю, там тысяч, наверное, 60 вкинуто. Вместе с ее ценой. Ха. А мы эту импрезу сможем еще и использовать... Ау! В семейных целях. Она у нас еще и универсал. Так что можно будет с дачи пару мешков картошки привезти. Да еще какой-нибудь велосипед вон сверху поставить. Главное, антенну не позаломать. Супер крутую. Ааа! Вот, 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 вот. Дает о себе знать то, что у нас резина, резина, блин. Плывем. Черт возьми. Резина. Резина действительно наше слабое место. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Зря, конечно, мы ее пропустили. Очень зря. Куда это ты поехала, а? Подруга, расскажи. Как так вообще разогналась-то тут? Ой, не хочется мне, мы в этом чемпионате вообще денег не заработаем. Мы 44 косаря просадили, и, блин, еще покрышки покупать. Ну, даже если не слики брать, а там полугоночные, сколько они, шестеру стоят. Это мы вообще сольем все. Заработать мы сможем здесь только 30. Да, еще и победы не видать. Скотина такая уделала. Но это потому, что... Не потому, что это ведро круче нас, а потому, что... Нехер тупить это называется. Так, ладно, поедем пока в следующую гонку. Ничего я не буду больше на нашу супер-пупер универсальную импрезу покупать. Нормально. Тащит она. Тащит. Затащим. Перезаезд сделаем. Но сначала надо проехаться на другой трассе. Вот такие дела. Ага, следующая трасса вообще Сиэтл. А Сиэтл, блин, это вам даже не Дипфорест. И не Мидфилд в обратку. Ладно, плевать. Поехали. 6800. У нас, в принципе, если что, уже на крайняк есть на новую резину деньги. Но будем держаться до последнего. Не хочу я больше ни рубля в нее вкидывать, потому что все и так, в принципе, хорошо. Я чувствую прям. У нее потенциал победный. Тачка валит. Главное не тупить. Так. Ну, куда же. Опять она. Опять литирует. Угу. Она, главное, гораздо круче всех остальных. Она от всех отрывается. Что-то у нее там в начинке все-таки есть такое. Этакое. Так, успокуха. Надо вперед от нее вырываться и сдерживать ее. Как-то так. Так, ну что. Навалим? Навалим? Дай-ка слепстриму, родная. Что-то хрен знает, наваливаем мы или нет. По крайней мере, не отставали напрямую вроде бы. Так. Главное вот здесь не тупить. На вот этой эске. Да, ребята, пока мы тут с вами отсутствовали, значит. Пока мы не гонялись. В Формуле-1 прошел очередной этап. Ну, как они считают, последний европейский. На самом-то деле они неграмотные. И, в общем, еще будет Сочи у нас. И она тоже европейская, в общем-то. Но они почему-то ее таковой не считают. Ну, ладно, не суть. Это все мелочи. Самое главное был этап Монса, Италия. Шикарнейший этап. Тоже был просто увенчан отличнейшей борьбой, но я очень разочарован. Я так болел за Кимыча. Я так болел за Айсмана. Он прям как в старые добрые времена с Хэмильтоном за победу, блин, с обгонами. Там обгоны были что в одну, что в другую сторону. Я там орал, вопел, слюнями там брызгал во все стороны. Но, черт возьми, резина. Это было страшно смотреть, как же он бедный финишировал-то вообще на ней. Почему она так развалилась? В общем, не повезло Кимычу с комплектом резины. Она у него пузырится, что-то начала достаточно рано. Блин, это ж надо за 8 кругов до финиша пропустил Хэма за 8 кругов. Лидировал всю гонку. Да так напряженно все было, блин. Фетель самоустранился, вот что еще хорошо. То есть, прям побеждай не хочу. Не надо было по-любому никого пропускать, никаких тефтелей, никого вообще. Но злой рок над Кимычем видимо он заколдованный и ему я не знаю удастся ли ему уже вообще победить. Не факт, что он в Формуле 1 останется. Что-то про Леклера все больше слухов, что все-таки его возьмут. А Кимыча попросят уйти на пенсию. А идти еще в какую-то другую команду не топ-команду я бы не хотел, чтобы это Кимыч делал. Да и он сам наверное не пойдет. Надо уходить так сказать на пике. Да елки-палки. Так Так что да, этап в Монсе кто не смотрел обязательно посмотрите. Напряженнейшая борьба буквально от самого старта и до почти что самого финиша. Я очень если говорить не о лидерах а о наших рад за Вильямс. Все-таки к концу сезона действительно они что-то со своим ведром видимо сделали и оно более или менее как-то там начинает ехать. Вот они вспомнили, что они все-таки участвуют в гонках. они просто приезжают потеститься и даже стали обгонять и даже чуть было двумя машинами не заработали очки. строл финишировал 10-м а Серега позади него. Короче 10-й 11-й правда там дисквалифицировали граждана и вполне возможно там еще могут опротестовать хаасы может быть даже 9-м и 10-м они финишируют но по факту они финишировали 10-м и 11-м даже если там это будут первые очки Сереги это не те очки за которые надо радоваться. Очки надо зарабатывать самому безо всяких дисквалификаций и прочего ну я думаю это они и сами понимают и Серега понимает. В общем по факту крепкая гонка для Вильямсов даже несмотря что Серега не смог в очки приехать но тем не менее гонка боевитая обгоняли и вполне могли обеими машинами приехать в очки так что все налаживается все круто так что смотрим смотрим Монсу через 2 недели Сингапур тоже классная трасса вот подписывайтесь кстати на обложек Попова прорекламирую его вот классно блин мне нравится смотреть на его блог на его вот эти вот где он вне эфира так сказать сам с собой он там ведет себя совсем не так как на камеру ну на канале естественно более развязанный такой шутит там все дела вот классно классно очень так познавательно можно даже сказать лампово вот так ну что же все таки в Сиэтле я удивлен что нам удалось выиграть в Сиэтле я особо никогда не блистал а тут вот с первого раза ладно давайте еще тогда проедемся Мидфилд Рейсвей еще одна замечательная трасса в обраточку и вернемся к Дипфоресту да тут еще из новостей что у нас очередное обновление вышло для Гран Туризма Спорт на PS4 кто не понял вот ну и ну очередная пачка машин там само собой но машины что-то какие-то совсем невнятные в общем обновление такое себе машины невнятные в основном какие-то малолитражки старенькие поэтому части машин ну так я можно сказать разочарован вот трассу добавили очередную вот этой трассе я рад хоть это не не оригинальная трасса коих я жду но это трасса которая тоже была уже в шестой части Гран Туризма и вообще трасса крутая это А1 ринг ну или Red Bull ринг как его сейчас переименовали австрийский так что продолжают разработчики гнуть свою линию продолжают добавлять реальные трассы об оригинальных что-то речи вообще нету это печальненько конечно зря они это зря вот чемпионатов очередную пачку добавили тоже прикольно конечно же так блин ну ты еще сволочь белая куда лезешь то может в Сиэтле там тип асфальта был другой с цеплением было лучше не знаю тут во-первых ну и повороты скоростные достаточно из-за резины тут нешуточно так тянет вылетаем еще резина резина синявкой бросаться что-то иного мнения что-ли блин собака 3.6 хера с 2 и тут мы ей сольем за круг вряд ли удастся ее догнать если она не затупит конечно по серьезному где-нибудь давай там пару цилиндров чтобы у тебя отказало на твоем блин четырех цилиндровом опузитники ахахах как я жду черт возьми когда в GT Sport добавят магазин тюнинг покупку запчастей вот это вот все что отличает полноценные части от неполноценных вы прям не представляете но с другой стороны есть надежда если они это не добавляют сюда значит все-таки где-то где-то существует разработка седьмой части полноценной я очень надеюсь на либо как она там Parish Game Week либо PlayStation Experience что там все-таки они анонсируют нам седьмую часть чуть-чуть не хватило блин чуть-чуть так ладно черт возьми два переза придется делать ладно сейчас мы тогда на Deep Forest потому что два раза подряд здесь ехать никаких сил нету будем чередовать наши фейлы так это ж надо в Сиэтле выиграть там где я вообще не ожидал блин эти две трассы которые ну ладно еще Deep Forest ну блин Midfield это конечно что-то жопа какая-то ладно надо сосредоточиться все-таки на открытых автодромах сложнее ехать на обычной мать ее дорожной резине мы же как вот выехали с автосалона на ней так эту резину и не меняли и не будем менять блин эта синяя импреза она достала нахрен какого хрена она такая настолько сильнее чем все остальные импрезы хотя вроде так смотришь чисто технически она вообще ничем не отличается от них да-да-да потупи потупи и все равно ее никто не обогнал откуда сидеть сидеть там сказано было будет морду сувать е вписались больше чем на 160 так иди-ка ты в пень не дам я тебе хвост пристроится собака накатывает все равно не даже не дотронулась да так тебе надо нехрена так вот самый сложный поворот это вот этот сейчас будет когда в обратку едешь там сложная перекладка опять же таки как вот здесь в туннеле когда едешь прямо тоже блин там изгиб трассы перелом вертикальный еще и на торможении надо в поворот входить шикарная трасса где вот она в GT Sport почему ее нет разнообразие блин разнообразие ну и везде должны быть свои какие-то узнаваемые детали а в автосимуляторе это что трассы блин конечно тем более такие шикарные так последний круг сдулась зараза ладно не говорим гоп так тут аккуратнее пору шейчнов и вод более менее даже уже к этой резине привык поэтому сейчас получше удалось ехать что надо чуть пораньше начинать тормозить где-то пускать газ накатом ехать а не газовать в повороте что резина этого не позволяет все вот так вот ну и чё чей тазик лучше елки-палки этот за 60 косарей или наш за сколько там чуть более чем за 40 а может и не более чем за 40 пик так может со всеми этими перезаездами и вернем все то бабло что мы потеряли хотя все равно вряд ли 27 даже сейчас если выиграем 37 будет все равно потеря есть небольшая но есть бабосиках ну нам правда дадут здесь естественно импрезу они здесь больше ничего не могут другого дать поэтому вот импрезу скорее всего мы продадим эту которую если конечно она не будет там прокачанный какой нибудь хотя бы на треть там на минималочку да уже посмотрим вот а так продадим и тогда да тогда был в плюсе а нет какую импрезу они могут legacy дать вот что они могут сделать они могут вообще закозлить их дать тут legacy которая совсем будет ни к чему да что ты блин твою мать опять стараюсь как можно позднее тормозить и не успеваю тормозиться как следует так над этих упырей делать если они вообще не соперники сразу сливаются это мне неизведанной причине ну вот белый еще немножко на нервы действует собака такая ты блин урота ошибся и все равно жопу слух подставил шел вон все отдыхай дай взрослым дядям разобраться кто исху хорошо накатили хорошо так здесь не получается на скорости войти так блин ну ты еще спасибо те урод так опять плохо все что не по сильным трудом нажито так хорошо что три круга да там связочка в обратку такая затычная перед входом в туннель конечно блин я на мидфилде еще ни круга не лидировал даже точнее сказать не метра вот хорошо вошли вообще пойдет так вот давай надо накатывать давай давай так ладно здесь побольше на сбросить крест не монстровут вылетает куда-то известно куда разгоняется вроде пошустрее хотя на прямой правда там слип стрим конечно у нас был хорошим достаем так финальная фаза сражения так вот так вот это делается в последнем повороте Фу, да Потненькая гонка, напряженная Молодец Синявка Дала нам бой Хороший такой Фу Пойдет, пойдет Так, сколько? Ну да, 37 Ты ж Главное, какую тачку дадут Импрезу или Легаси Вот в чем вопрос Ну что, смотрим Что за машина Я вижу Легаси, Легаси, да И главное, желтая Ну от спонсора же, конечно Ой, елки-палки Легаси Ладно Собственно, о чем мы Мы этого и ждали Смотрим сейчас Сколько она стоит Легаси Сколько за нее можно Выручить Баблишка, лаве Так Блин, 7500 7500 Вообще ни о чем 45 будет, да 46 Могли бы хотя бы Импрезу дать Хотя с другой стороны Импреза у нас есть Они такие Ну на, хотя бы Легаси Че уж там Ой Да блин, да нигде Она нам не пригодится Да Ее чемпионата нету Хрен с ним Ну ее нафиг Короче, давайте ее продадим Ну блин Это совсем Ажи Ногременная Смешка Плевок Есть у нас Импрезка А Легаси Мы продадим Вот Импрезочка Вот такая Вот Ладно Что же Вон Импрезу Можно за 7300 Продать Ё-моё Ладно На этом давайте Данную серию Закончим В следующей серии Мы, наверное Все-таки Проедемся Какой-то чемпионат Прям чемпионат В смысле Чемпионат С начислением очков И прочее Вот Склоняюсь К ТТ Заодно Там Не надо будет Нам тратить Денег Ну она у нас Там уже Чутка прокачанная ТТшка Вот Ладненько В следующей серии Посмотрим Но скорее всего Так Чтоб хоть Деньги не тратить Особо Поднакопить Ну а За сим Откланиваюсь С вами как всегда Был Скудер Канал Ни слова Об играх Всем Пока-пока И увидимся В следующей серии Деньги не тратить Деньги не тратить